МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще поговорим о том, какие районы наиболее богаты грибными полянами и где лучше собирать грибы. Коснемся и грибного бизнеса и обсудим технологии выращивания, производства и реализации. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Давайте вместе обсудим эту тему. Телефон прямого эфира 274-11-14, код Краснодара 861. И можно с нами общаться в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. На ваших экранах номер телефона ватсап 8-918-126-300. Пожалуйста, звоните, будем рады с вами пообщаться. Где вы находите грибы? С таким вопросом мы обратились сегодня к посетителям сайта Кубань24. С этим же вопросом сейчас я обращаюсь к телезрителям прямого эфира. Варианты ответов. На рынке, в магазине, в лесу. И последний вариант. Не люблю грибы. Я думаю, что есть и такие, и таких немало. Итак, я представляю гостей, участников сегодняшней программы. Сегодня в студии Виктория Николаевна Акраян, ведущий специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Спасибо. Рада вас приведеться в студию. Буряк Михаил Александрович Кубань-Спас, совместитель начальника службы. Спасибо за то, что к нам пришли. Касанелий Доминик Павлович, старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений биологического факультета Кубанского государственного университета, который лучше всех нас знает о грибах. Все, ну как мне объясняли. Спасибо за то, что вы с нами. Сергей Ткачев, инженер по охране и защите леса Горячеключевского лесничества, филиала Комитета по лесу. Спасибо, я приветствую в студии. Доминик Павлович, как специалист, вот давайте начнем с самого начала, с АЗОВ. Какие грибы вы рекомендуете собирать? Какие? В первую очередь, конечно, сейчас осень, идет опенок. Сейчас в систематике разделили несколько видов опенка, у нас в крае присутствуют. Это опенок осенний, еще есть луговой опенок, еще есть, ну позже будет опенок зимний, опенок толстоногий, еще опенок без кольца и ряд других еще опенок. Почему опенок? Почему именно опенок? Ну, по моим ощущениям, это самый вкусный, один из самых вкусных грибов, и всегда его много. Ну, тут надо просто смотреть, где можно собирать, а где не стоит собирать. А вот поверье, как вы относитесь к поверьям грибников, говорят о том, что на поляне, где грибы, нельзя громко разговаривать, могут спрятаться? Нет, ну это, конечно, поверье, это грибы, они не думают, так что это только прерыва этого человека. Но некоторые поверья, может быть, и помогают грибникам, а некоторые поверья просто, ну, они ничего не дают. Хорошо. Сергей, вопрос. Вы представляете один из самых грибных районов Краснодарского края, Горячий Ключ. Как в этом году, как урожайность грибов в этом году? Ну, с вовремя прошедшими осадками на территории нашего района Краснодарского края и с наступлением теплых дней в лесу появились первые грибы. Вот, касаемо на нашей территории города Горячий Ключ, появились белые грибы, вот, граждане активно их собирают. Также у нас соседние районы, которых не меньше грибов, это Северский район, Абширонский, Туапсинский. В общем, все вот лесные районы, районы предгорные, ну, и начало горные, низовья, вот, все они славятся разнообразием своих грибов, вот, ну, и граждане активно посещают их и собирают. Ну, а какие конкретно подскажите, может быть, это кому-то будет подсказкой, какие места наиболее удобны? Есть места, где много грибов, но они, может быть, небезопасны для тех, кто собирает. Какие места наиболее удобны, где можно было бы и собирать грибы, ну, и отдохнуть, цивилизованно отдохнуть? Ну, считаю, что территория нашего лесничества, вот, так сказать, удачно сложилась из-за близости к Краснодару. Ну, то есть, это, как правило, там, экскурсии, выезды такого выходного дня, однодневные. Территория, касаемо нашего лесничества, она доступна для транспорта, для легкового, для, так сказать, ну, обычных автомобилей, неподготовленных. Поэтому у нас это, вот, так сказать, районы станицы Калужской, то есть автодорога, удобный подъезд. Вот, вот, также, ну, гражданам такой призыв, это немного наперед забегая, те места, где ловит сотовая связь. Вот, как бы, гражданам, где ловит сотовая связь. Да, это очень важно, и об этом мы позже поговорим, почему. Ну, много в крае грибных мест, знают ли их жители Кубани, об этом они рассказали, вот, отвечая на вопрос моего коллеги. Давайте послушаем то, что прозвучало. Могу посоветовать в Джубге сходить в горы после дождя. Очень много там грибов. Горячий ключ, Мизмай, то есть вот та страна, я думаю, наверняка там будут грибы. Ну, по дороге в Краснодар, там, за Славянском, прямо на обочине их было видно, я вот не знаю, что это за место. Много людей уезжали туда вправо, там, съезжали с дороги. Лучшие грибные места города Краснодар – это станица Саратовская и Горячий ключевский район. Где-то на гидрострое есть лес, и там есть белые огромные грибы. Смоленское – это станица у нас здесь. За ней есть много мест, там, крепостная, Шабановка. Вот туда, вот туда, если ехать, там очень много стоит грибников на своих машинах, и можно, если дальше проехать. Но найти место, это еще нужно знать, в принципе. К сожалению, я не знаю, честно. У меня вся жизнь в работе, так что самое грибное место – это у меня работа. По обочине нам продают кучи. Просто машины стоят, по 20 ведер грибов. Я не знаю, какие, но мы засматривались, как грибники заядлые, конечно. Едете до Азовской, доезжаете до конца Азовской, выходите и резко направо туда, в лесочек, в лесочек. Поднимаетесь вверх до полувершины и налево местечко. Ну, Краснодарский край в основном, то есть, так точно не готовы сейчас сказать, где именно. Но было много вкусно и весело. Ну, вот, как выясняется, краснодарцы знают, в общем-то, грибные места. Но я хотел бы вот вернуться к нашему разговору. Сергей сказал о том, что предпочтительнее там собирать грибы, где есть сотовая связь. То есть, существует опасность потеряться в лесу. Что нужно сделать, как себя вести, о чем помнить, для того, чтобы не доставить работы вашим коллегам? Ну, в первую очередь, когда вы выезжаете в лес, погребы или просто отдохнуть на природу, надо поставить в известность близких родственников, знакомых и определить контрольное время приезда. Для чего? Что, если вы что-то не вернулись в контрольное время, по крайней мере, кто-то уже прозвонит, чтобы начались поисковые работы. Наличие сотовой связи, как уже было подчеркнуто, дает большие плюсы при проведении работ. Потому что оперативный дежурный частенько получает звонки, я потерялся. По крайней мере, звонок прошел, уже можно скорректироваться. И были неоднократные варианты, когда оперативный дежурный без привлечения спасателей выводил или к дороге, или к населенному пункту потерпевших. Но для этого человек должен знать вообще, где он конкретно находится. Я где-то в лесу, где-то в северском районе, где-то вот прошел так и так. Абсолютно верно. Одно из желательных требований, когда вы выехали на природу, по крайней мере, знать место, откуда вы вошли в лес. Это дает большой плюс, очень большой плюс, начало поиска от места вашего автотранспорта, где вы оставили автомобиль, по определению зоны поиска. Потому что есть своя определенная технология по проведению работ, дальше там ручья не уйдет, просеки, дороги и все остальное. Поэтому изначально точка вхождения в лес, плюс-минус, должно быть понимание тех людей, которые заблудились. В вашей практике и в практике ваших коллег были случаи, когда заблудившиеся в лесу не работала сотовая связь? И вот в этой ситуации, что первонаперво нужно сделать, чтобы все-таки меня нашли? Вот не работает связь сотовая. Сотовая связь, как можно сказать, это большой плюс, когда она есть. В большей части ее нет. Поэтому получаем мы информацию через оперативно-дежурных муниципалитетов, через СУКС, через родственников. И начинается работа непосредственно уже, как я уже сказал, по определению точки входа, где потерялся, на такой трассе, какая машина. Уже здесь начинаются работы, определяются квадраты, сектора. Для проведения поисково-спасательных работ привлекается большое количество людей. Здесь работает и администрация того населенного пункта, в котором потерялись, нацгвардия, федеральные спасатели, муниципальные спасатели, администрация района. Также привлекается лесной контроль. Почему? Потому что есть труднодоступные места, которые знают только они. И поэтому собираются эти бригады и начинаются работы по поиску. Вот такие советы нашим телезрителям и нам всем от Кубань-Спаса. Что посоветует Роспотребнадзор? Какие советы грибнику вы дадите, Виктория Николаевна? В первую очередь не собирать грибы вдоль автодорог, так как даже съедобные грибы могут аккумулировать токсичные вещества и радионуклеиды. И в последующем эти съедобные грибы становятся несъедобными. Это очень опасно. Нужно собирать только те грибы, в которых вы уверены, в которых вы точно знаете их морфологические свойства, что это точно съедобный гриб. И лучше собирать его в корзинку, не в полиэтиленовый пакет, не в мешок, а в корзинку. Почему? Ну так как это скоропорчащийся продукт и разложение полиэтиленовых пакетов может привести к химическим реакциям, которые в последующем также могут повлиять на то, что гриб станет несъедобным. Поэтому лучше из натуральных материалов должна быть корзина, либо какая-то лукошка, куда вы их собираете. Сходили мы по грибам, принесли несколько лукошек. Устали и хотим завтра приготовить. Вот это допустимо. Сегодня нужно в этот же день вечером заняться их варкой, кулинарным приготовлением. Желательно, конечно, можно на утро, но в большинстве случаев, чтобы обезопасить себя уже наверняка, хотя эти грибы и съедобные, лучше их приготовить в этот же день. Также нежелательно детям до 14 лет употреблять грибы, так как у детей недостаточно в организме фермента, который расщепляет грибы. Это трудно усвояемый очень продукт и нежелательно, если нет необходимости, кормить детей грибами. Это вот такие основные правила, которые должны соблюдаться. Какие правила соблюдает заядлый грибник и специалист в этой сфере Анатолий Мороз из Северского района? Сейчас мы узнаем. Анатолий, здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Какие грибы вы чаще собираете у себя в Северском районе? Белые грибы. Сейчас идут белые грибы. Собираем белые грибы и собираем яичный гриб. Цезарь называется. А в каких объемах этот урожай и что вы с ним делаете, если много, все готовите сразу или как? Закатываем на зиму, готовим. Очень много в этом году гриба. Ну, закатывайте, хорошо. Поделитесь коротко секретом, как это лучше сделать, чтобы вкуснее было, чтобы потом можно было открыть баночку и с удовольствием съесть. Что там за рецепт? Белый гриб замачивается, варится. Два часа он стоит в воде. Насыпали соли туда. Потом 40 минут он варится. Кипятится в воде 40 минут. Кидается в лавровый лист. И все, готовые грибы. Понятно, так просто. А какое грибное блюдо ваше любимое? Жареное с картошкой грибами. Спасибо большое. Хороших вам урожаев. И главное, чтобы эти урожаи были безопасными. Но я думаю, что вы человек опытный. С нами был на связи Анатолий Мороз, грибник из Северского района. Давайте вернемся к разговору в студии. И вот вернемся к той теме, когда, не дай бог, люди или человек, грибник потерялись. Что нужно с собой, грибнику, в обязательном порядке взять с собой в лес? Я так понимаю, соль, спички, что еще советуют спасатели? С учетом того, что потеряться можно всегда. Поэтому минимальный комплект всегда желательно иметь с собой. По крайней мере, это диодный фонарик. Сейчас они маленького размера и с хорошими лучами. Это, по крайней мере, облегчает поиск в ночное время. Когда уже человек заблудился, уже все, четко для себя сориентировался. Поэтому остается только ночевать. Потому что в ночное время суток никуда идти просто нельзя. Это запрещается. Можно и поломаться, наткнуться, упасть во враг, и тут целый комплекс. Поэтому, если уже ночь застала в лесу, становитесь на ночлег. Тут уже вариантов нет. И поэтому, как один из образцов диодный фонарик, который можно подавать световой сигнал, потому что поисковые работы идут и в дневное, и в ночное время. По крайней мере, обозначить себя можно. Минимальный комплект. По крайней мере, ушли в лес. Теплую куртку или какой-то свитер всегда можно вкинуть в заплечный рюкзак. Он много места не занимает. Нож всегда есть. На всякий случай, по крайней мере, при наличии ножа, уже можно развести костер, обстругать бревно и обезопасить. Но здесь нужно не забывать, что пожароопасный сезон, разведение костров, должно быть четко, по крайней мере, проводить это все грамотно. Это с камней по возможности сложить тур и в нем уже разводить костер. Потому что костер и в ночное время работает как ориентир при проведении работ. И, по крайней мере, всегда можно согреться. Сейчас уже пошли, ну, не то что заморозки, но температура ночью опускается. Да, да. Поэтому при ночевке однозначно в ветке, мох, листья сложите себе что-то, чтобы не сидеть ни на камнях, ни на земле. Потому что это сильно отбирает тепло. Поэтому любое сидение, бревно, ветки, на которых вы спокойно можете, по крайней мере, отдохнуть, пересидеть до утра. Доминик Павлович, мы говорили о том, что вдоль дорог опасно собирать грибы. То есть есть какие-то зоны экологически безопасные, экологически опасные. Вот об этом давайте поговорим. Какие еще? Где еще? Этицель или грибница сама, она впитывает очень хорошо и тяжелые металлы, и хибикаты, и какие-то вещества, которые вредят человеку. Поэтому где-то не менее 100 метров от дороги, особенно в больших поэстралиях, а лучше еще дальше, где-то до 300 и более метров вдоль дороги не собирать. В лесу это легче, там химических обработок меньше, почти не бывает, поэтому лучше собирать в лесу. На полях и в лесопосадках сложнее. Далеко от дороги, а почему нельзя? Далеко же дорога далеко. Далеко от дороги, но у нас лесопосадки грибные, они чаще всего вдоль железных дорог. И естественно по железной дороге и загрязнение больше. Различные грузы. И грузы разные. Поэтому там тоже небезопасно. А в лесу это, ну вот, тот же Горячий Ключ, там очень уже спелые, много спелых дубовых лесов. Это для белого гриба прекрасные места, да? Особенно если моховое покрытие внизу. В северском районе, ну район Собербаш, там где та же Азовка, там тоже очень хорошее место. Там и грабовые леса, где всегда грибы есть. В ясеневых лесах слабо выражено грибное хозяйство. А в остальных везде это можно. Нужно упомянуть еще Мостовской район, но он далеко от Краснодара. Но там интересен этот район тем, что дуб Черещиты, который на равнине, он почти под перевал подходит. Это редкость у нас в Краснодарском крае. И это богатые грибные места, но только местные этим пользуются. Ну а так, буковые леса, вот здесь было сказано Амезмай, это район Лаганакского Нагоря. Тоже места до самого Субальпийского пояса, они богаты грибами. Мне интересно было бы узнать, где вы собираете грибы. Я думаю, что вот как только вы назовете, так сразу все туда. Именно в эти места я поеду. Но этот разговор мы продолжим. Евгений Порфирьев, начальник отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Вот мы сейчас в этой части передачи говорим об экологии. Как вы считаете, можно ли назвать Краснодарский край экологически чистым? Я считаю, что да. Краснодарский край в целом благоприятный в экологическом отношении регион. В общем-то у нас нет массово крупных промышленных предприятий, которые были бы загрязнителями атмосферного воздуха. Наверное, самым большим загрязнителем, это более 80% доля загрязнения, приходится на автотранспортный комплекс. И в летний период, естественно, когда в край прибывает большое количество автомобилей из других регионов, то антропогенная нагрузка на воздух увеличивается, но даже при этом она остается благоприятной. У нас есть целый ряд различных служб, которые следят за качеством атмосферного воздуха в крупных городах. И случаи, когда превышение концентрации фиксируется, они крайне редки. Вот, допустим, в период проведения чемпионата мира в Новороссийске, в Анапе, Геленджике, в Сочи, в Краснодаре велся ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха. И фактов превышения установленных нормативов зафиксировано не было ни разу. Спасибо. Спасибо вам огромное. На связи с нами был Евгений Порфирьев, начальник отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Доминик Павлович, ну все-таки давайте вернемся к нашему разговору. Где вы любите собирать грибы сами? Ну, когда времени не хватает, конечно, Горячий Ключ самое ближнее. Калужская, Ставропольская, Азовка, Убинка. Вот это места предгория, где очень богата биота грибов. Здесь, вот интересно, Мороз показал грибы, редкие у нас, но в дубовых лесах часто белый гриб бронзовый. Он еще даже не зафиксирован для Краснодарского края. Вот мы два года назад его отметили, вспышку, а еще в список грибов Краснодарского края его... А как они, эти виды, появляются? Вот не было этого вида появился? Нет, нет, он был. Мы просто, ну будем так говорить, и на 50% еще не знаем все биоты грибной края. Поэтому мы постоянно вот ведем мониторинг по всему краю и находим каждый год много новых видов. Ну, не только, не только же, не только человек любит грибы. Мы помним все из детства сказку и картинки, когда ежик несет грибочек, да? А вот вы в лесу наблюдаете, кто еще, какие, какие животные любят грибы? Вот из ваших, ну, во всяком случае, каких вы видели в грибных местах? Ну, как бы именно за трапезой не заставали животных, но... Ну, стесняются они. Ну, да, как-то они... Но, тем не менее, вот на грибах на самих видно, бывают погрозы видно или, ну, как сказать, следы от червей. То есть, получается, питаются грибами черви, улитки, слизни, это вот, ну, из мелких, из более крупных животных. Это кабаны. Вот. У нас есть там в заказнике благородные олени также питаются. Ну, они их не отваривают так прямо? Нет, не сырыми. Я, да. Сырыми. Мыши, полевки, зайцы, вот, все не прочь, как бы, попитаться грибами. Вот. Некоторые животные, ну, у нас они, как бы, не встречаются в крае, но, тем не менее, лоси, они и ядовитые грибы, такие, как мухоморы, они их едят. И, ну, есть мнение, что они этими грибами и лечатся даже. А какие-то редкие виды грибов, вот, Доминик Павлович назвал, у вас, вы наблюдаете, какие-то редкие виды, необычные, нетрадиционные? Ну, как и за таковыми не наблюдаем, но, вот, из старожил, из грибников, из местных, буквально в прошлом году был найден, трюфели находили у нас в лесу. Даже так, да? Трюфель русский, да? А почему, а что он так, за что так он ценится, вообще, этот трюфель-то? Ну, это я могу сказать. Скажите. Примерно 10-15 метров, не доходя до него, вы почувствуете запах. Притом запах, ну, где-то я, например, сравниваю с французскими дыхами. И, когда его собираешь свежим, еще не засох он, этот запах сохраняется. И, обычно, в салаты его, как бы, скоблят или это, кладут именно чуть-чуть. И этого хватает, чтобы салат какой-то свой вкус приобрел. Вот поэтому... А запах что, сохраняется запах духов? А сохраняется именно свежим. А когда высыхает гриб, ну, у нас несколько в коллекции есть, несколько экземпляров, запаха уже практически нет. Вот в этой части передачи такой приятный разговор состоялся о грибах. В следующий он будет менее приятным, потому что пойдет разговор об опасности сбора грибов, о том, какие они опасности стоят для человека. Мы этот разговор продолжим после блока рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Начался грибной сезон на Кубани. И главная тема программы «Через край» сегодня грибная. Мы обсуждаем все аспекты. Сейчас продолжим разговор. В этой части передачи к нам присоединяется Яковенко Мария Сергеевна, заведующая гастроэнтерологическим отделением НИИ Краевая клиническая больница номер один. Мы вас приветствуем в студии. И первый вопрос задаю сразу вам. Как часто сейчас в больницы поступают любители грибов с отравлениями? К сожалению, грибной сезон уже начался. К нам уже поступают отравленные грибники. И за сезон бывает достаточно много человек. Какие-то годы бывают до 40, до 60. Бывают смертные случаи. Поэтому проблемы очень актуальны. И для нас она не несет в себе никакой радости. Как проявляется грибное отравление? В каких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь? Отравление грибами проявляется у людей в разный период с момента употребления грибов. Может пройти час, может пройти два. Порой до 24 часов. Иногда даже до двух суток с момента приема грибов. Начинается, может начаться с лихорадки, с диареи, с рвоты, тошноты, судорог. Какое-то время человек испытывает такой дискомфорт. Яркая клиника развивается. Потом может наступить кратковременное, кажущееся улучшение. Однако через два дня потом у человека снова рецидивирует ухудшение его самочувствия. Возникает необратимое нарушение функции печени. Возникает желтуха. Отказывают жизненно важные органы. Он нуждается, конечно, в срочной помощи. Во всех случаях, при употреблении грибов, при появлении первых симптомов, должна быть сразу же оказана первая медицинская помощь. Может быть пройдет, не надо вызывать скорую? Ни в коем случае. Потому что совершенно обманчивые могут быть моменты улучшения самочувствия. Сразу же должен быть промыт желудок. Сразу же должны быть поставлены солевые клизмы. Принято ослабительное. И вызвана скорая помощь для оказания помощи и решения вопроса, где находиться этому человеку. Я думаю, что вы ответили на вопрос из WhatsApp. Что делать, если стало плохо после того, как съел грибы? Он поступил и ответ прозвучал. Большое спасибо. Доминик Павлович, давайте, собственно, теперь в этом аспекте перейдем к грибами. Как отличить опасные грибы? Как отличить? Да, вот здесь целый комплекс отличительных каких-то моментов, которые нужно знать. И при том есть поверье у грибников, что там серебряная ложка чернеет, ядовитый, значит, или там лук, чеснок, картошка. Это все не работает. Только знание точно, что это гриб съедобный, ну, на 95% гарантирует, что вы не отравитесь. Но еще 5% есть на то, что экология. Вот это возможно. Экологически загрязненные места, съедобные грибы могут вызвать отравление. Но оно не специфическое. Определить, съедобный гриб, нормальный гриб, все, белый, скажем, но, а вот он уже там что-то... Ну, если возьмем белый гриб, если он старый, перезревший, это как, ну, протухшее мясо, оно может вызвать сильное отравление. Так же и грибы. Есть грибы, которые, ну, вот на слуху, это мухоморы, да? Сейчас мы в крае, ну, где-то около 20 видов мухоморов знаем. Но из них где-то 7-8 видов съедобные. И при том высшей категории, один из них, вот, Мороз указал, яичный гриб. А это мухомор цезарев. Он первой категории. Опасности. Самый, так же, как белый гриб, да? Нет, не опасности, а съедобный. Но это один из съедобных. А есть мухомор красный, мухомор, бледная поганка, особенно это смертельно ядовитые грибы. Отличие мухомора, ну, или яичный гриб, как называют его, в том, что у него пластинки, это пластинчатый гриб, пластинки желтоватые. А у всех мухоморов пластинки белые. Вот это. Ну, и потом на слуху тоже шампиньоны. Их мы даже до сих пор не знаем точно количество видов, которые у нас есть. Ну, где-то в моем счету, будем так говорить, где-то больше 15 видов их есть. Так вот, шампиньон желтокоры и белый шампиньон, они ядовитые. То же самое можно сказать о сыроежках. Два вида, как минимум, я знаю, которые ядовитые. Тут существует, вот что касается шампиньонов, существует опасность какая? Я вчера вот точно такой покупал в магазине, скажем, безопасный. И такой же я беру, срываю в лесу, срезаю. Я уверен, что он безопасный, он оказывается опасным. Может быть. Ну, шампиньон, к примеру, желтокоры, при надавливании он начинает, ну, как бы красноватый становится. И запах или аниса, или хлорки. Вот это может выдать. Но когда они вместе с обычным луговым шампиньоном, то вы очень... Только специалист может распознать, какой из них белый шампиньон, какой шампиньон обыкновенный. Мария Сергеевна, если уже произошло отравление, вот мы продолжим этот разговор. До приезда скорой помощи нужно ли что-либо предпринимать? И что нужно предпринимать? Только меры по удалению яда из организма, всей пищи, которая содержит в себе яд. То есть промывание желудка, клизмы и прием сорбентов, прием активированного угля, полисорба. Все, что есть под рукой. Ни в коем случае не принимать каких-то препаратов медикаментозных, которые могут и изменить клинику. И, кроме того, усилить всасывание яда, задержать его в организме. То есть препаратов, направленных на оккупирование диареи, жаропонижающих, обезболивающих, они, наоборот, могут принести вред. А к Сергею вопрос, вот вы же, собственно говоря, работаете в лесу, дом родной. Часто ли, вот мы сейчас говорим об опасных грибах, идя по лесу, вы часто видите опасные грибы, вы понимаете, да, этот гриб нельзя срезать, он опасен. И тот опасен, и этот, и третий, и десятый. А вот этот, пожалуй, можно. Вот так вот визуально вы определяете. Вопрос простой, много ли в лесу опасных грибов, в вашем лесу? Достаточно. То есть при патрулировании, при выполнении своих повседневных обязанностей встречаются и съедобные, и несъедобные. И есть еще такая особенность, когда несъедобные грибы, они растут вместе со съедобными, так сказать. И вот, будучи грибником, можно смахнуть. Они воздействуют, наверное, каким-то образом? Нет, просто можно, когда собирать, ну, съедобные грибы и случайно срезать это, также положить себе в корзинку лукошки и уже потом. Ну вот, я вернусь к мерам все-таки безопасности, Михаил Санч. Существует, вот, звучат предложения о том, что уходя в лес за грибами, нужно уведомлять об этом вот вашу службу. Вообще, в жизни это реально? Насколько это выполнимо? Да нет, ну, это нереально. Во-первых, это нигде законодательно не проложено. И это будет очень большой объем работы, даже неподъемный, для оперативно-дежурных служб. То есть, если поступила информация, что кто-то ушел в лес, то ее нужно перепроверить, вернулся ли он. Поэтому тут нужно действовать только теми вариантами, которые уже были озвучены ранее. Конечно, это при получении сигнала о пострадавшем, потерявшемся, оповещаются непосредственно оперативные службы, которые выполняют свой функционал. Давайте продолжим разговор об опасности гриба. Мария Сергеевна, как долго после отравления, после того, как вылечился уже, то есть, ну, выписали, скажем так, из больницы, тут же нужна очень жесткая диета и нужно соблюдать очень жесткие правила питания. Какие это правила и как долго их нужно соблюдать, собственно, процесс восстановления, насколько долг? К сожалению, процесс восстановления иногда затягивается на годы. У нас очень часто наблюдаются пациенты, которые пережили отравление грибами, и оно нанесло непоправимый ущерб их здоровью. Практически они должны придерживаться в дальнейшем всю свою жизнь жесткой диеты, которая суждена больным заболеваниями органов пищеварения, и вести себя как больной с пострадавшей печенью, которая скомпрометирована таким тяжелым событием. Ограничивать себя в жирной пище, в токсинах, каких-то опасаться приема антибиотиков, то есть соблюдать крайние меры предосторожности в дальнейшем. Я расцениваю употребление грибов как игру со смертью все-таки, потому что мы очень часто видим опытных грибников у себя в отделении и в реанимации, которые прекрасно разбираются в грибах, однако все же попадают к нам и говорят, что ели прекрасные белые грибы. Да. Я не верю в безопасность грибов. Это как хороший пловец, который чаще тонет, да, к великому сожалению. Жизнь показывает такие результаты. Сергей, вопрос к вам. Вот сейчас, в период такой активности грибников, часто ли они, скажем так, некорректно ведут себя по отношению к природе, к тому же лесу, или мы стали другими? Мы аккуратно собираем грибы, ничего не испортим, ничего не оставим, какой-то мусор. Как с вашей профессиональной точки зрения культура нашего общества? Ну, в целом сказать, как это отрадно будет звучать, культура повысилась все-таки. В последнее время граждане, когда грибная пора наступает пожароопасно, немного снижается для нас, но тем не менее граждане все больше чаще используют мангалы для приготовления. Бывают граждане, которые в лесу собрали грибы, они их сразу пытаются как-то что-то там пожарить. Присутствует как бы определенная культура в разведении костра, огня в лесу, но немного страдает мусор за собой. Оставляют, бывают, граждане. Бывают, выносят на дорогу его, как бы считая, что мы вынесли на дорогу, там кто-то придет, заберет его. Ну, мусоровоз же проезжает, да, по этой трассе, и он соберет. Ну, не всегда так получается, что мусоровоз там каждые 10 минут ездит. Нет, ну я шучу. А в лесу есть обитатели, свои животные, которые почуяв там какую-то пищу, какие-то остатки, мясо, ну, неважно. Вот, этот пакет просто разрывается, и ветром все разносится еще на большее расстояние, чем было то, когда там отдыхали люди. То есть, ваше отношение к грибникам двоякое? Двоякое, да. К культурным грибникам, посетителям леса мы рады. Они и наши помощники бывают, о каких-то они на нарушениях сообщают. Ну, а к тем таким нерадивым, ну, уже там принимаем свои меры определенные. Спасибо, Доминик Павлович. Скажите, пожалуйста, вы, как опытный грибник, вы несколько раз проверяете содержимое корзины, перекладываете, прежде чем готовить, рассматриваете каждый гриб, или достаточно одного раза? То есть, вот, когда срезал, посмотрел, все нормально. В принципе, я собираю только те, которые хорошо знаю. И в тех местах, где я знаю, что там более-менее безопасно. Очень часто, общаясь с грибниками, я удивляюсь им. Собирают все в расчете, когда выйдут к машине, какой-то опытный этот отберет ядовитые, а хорошее мы пожарим. Это самое, ну, как... Опасное. Опасное, что они лежали рядом в корзине, да? Да, и, может быть, какие-то части этого гриба попали туда, может, отравление. Ну, тут что, мы каждый год это говорим, и все равно... И вот здесь вот опять уместно говорить о целлофановых кульках, которые собирают грибы. Ну, представьте себе, вы взяли размороженное или там не замороженное мясо, и полдня походили с ним в целлофановом кульке. Что произойдет? Вы им отравитесь, так же? То же самое с грибами. Это такой же вариант возможен. Ну, о токсичности самого кулька, может быть, тоже нужно говорить, но и грибы, они же пропадают очень быстро. Поэтому лучше, конечно, корзинка. Опытный грибник и собрал, и отобрал, и определил, может быть, что-то упустил. Вот в процессе приготовления каким-то образом может проявляться опасность гриба? Может, если неправильно вы готовите, может быть. Ну, например, мы начинали говорить об опятах. Недоваренные опята, они ядовитые. Сырые опята ядовитые. Ну, некоторые пробуют на зуб. Уже можно отравиться. Что еще? Есть у нас целый ряд млечников, которые требуют особого... Ну, обычно их солят. И когда вы солите, необходимо какое-то время, чтобы нейтрализовать этот млечный сок. Как минимум 40 дней нужно, а то и больше. И перед тем, как засолить, их вымачивают еще неделю. Или можно отварить несколько раз, но тогда вкусовое качество. Вкус потеряется. Да. Поэтому нужно знать каждый гриб, как готовить. И тут тоже нельзя ошибаться. Я не грибник, поэтому заранее приношу извинения за, может быть, смешной вопрос, который прозвучит. Вот если мариновать грибы и консервировать их, вот эти опасные свойства, их со временем... Батулизм возможен. Возможно, сохраняется. Возможен батулизм. Это, видите, ну, на кухне как мы готовим. Мы же сварили, там, возможно, где-то и на самых грибах осталась, ну, какая-то инфекция. Или банку не стерилизовали, еще что-то. Все возможно. Батулизм это очень тяжелый. Ну, это специалист больше скажет. Но прежде мы давайте послушаем, что ответили нашему корреспонденту на вопрос, вы ходили когда-нибудь в лес за грибами. То есть выясним, ну, как бы попытаемся выяснить, сколько из нас тех, кто ходит в лес за грибами, а сколько покупают в магазинах. Пожалуйста. Собрался с друзьями в лес, поехал. Нашли грибное место и начали собирать. В Майкопе в лесу давно, лет 6-7 назад. Мы просто заехали в гости за медом. А в таком месте, где растет тюльпановое дерево, это в Лазаревском. И возле санатория еще одно дерево росло, под которым очень много было опят. Вот мы собрали целую корзину. А вот однажды я была в Казахстане за грибами. И мы ходили за белыми грибами. Они степные. Это было лето. Начало лета. И мы их столько набрали. Много подосиновиков и белых грибов. Это поселок Мильково. Нет, к сожалению. Но там не было грибов. Я бы пошла, но никто не приглашал. Захожу в лесок. Ищу. Нет, 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 нет. Но я знаю, что надо просить. Я говорю, грибочек, грибочек, покажись. Грибочек, грибочек, появись. Грибочек, грибочек. Уже отчаялся. И вдруг. А-а-а! Зимние опята. Вот такие ножки. Вот такие шляпки. С семьями. Пожалуй, не меньше эмоций у тех, кто выращивает, не ходит в лес, а выращивает грибы сам. И эти эмоции мы с вами увидим и услышим после блока рекламы, когда продолжим грибную передачу «Через край». Программа «Через край» сегодня посвящена грибам. И мы продолжаем. Мы выходим из леса и сейчас сами попробуем вырастить грибы. Для этого к нам в студию пришли гости, которые продолжат разговор на грибную тему. Александр Александрович Швец, кандидат медицинских наук, диетолог, невролог. Спасибо за то, что вы с нами. Мы вас приветствуем. Шанго Алексей Васильевич, директор ООО «Южная грибная компания». Спасибо большое. Сергей Васильевич Копыльцов, директор малого инновационного предприятия «Биориджин». Биориджин, правильно? Кандидат биологических наук, несмотря на то, что такой молодой человек, старший преподаватель кафедры биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета. Здорово. Спасибо за то, что вы с нами. Давайте сейчас поговорим о том, как выращивают грибы, что этому помогает, что мешает, для чего вы это делаете, где реализуете и так далее. А с вами, Александр Александрович, поговорим как с диетологом о том, какое влияние оказывает эта пища на организм человека. Это будет через несколько минут. Сейчас давайте поговорим о том, что привлекает в выращивании грибов и насколько это экономически выгодно. Ну, выращивание грибов, это относится тоже к защищенному грунту, поэтому в наше такое достаточно непростое время, то засуха, то град, то еще что-нибудь, то есть выращивать в защищенном грунте экономически выгоднее. Поэтому достаточно выгодно выращивать грибы. Ну, а что вас привлекает как предпринимателя? Можно на этом грунте вырастить помидоры, огурцы? Вы взялись за грибы. Это рентабельнее? Не то, что рентабельнее. Ну, каждому, наверное, свое. Кто-то выращивает помидоры, кого-то надо выращивать и шампиньоны. Это долгий процесс согласования вот такого вида деятельности. С какими ведомствами нужно согласовывать, какие бумаги подписывать, чтобы открыть. Там же, наверное, и Роспотребнадзор присутствует, контролирующие различные органы. Вот расскажите, может быть, знаете, вот я хочу, к примеру, да, или кто-то из нас смотрит сейчас, хочет он заняться этим. Что нужно для этого сделать? Ну, наверное, прежде всего желание, а остальное, наверное... Ну, как вы открывали это дело? Вот пришли, куда вы пришли и сказали, у меня есть желание. Ну, это было достаточно давно, порядка 14 лет назад. Поэтому прошли, наверное, все эти стадии. Естественно, сначала идешь... Ну, это достаточно длинная история. Ну, это она затратная на начальном этапе? Ну, как любое производство. Оно требует каких-то определенных затрат. Ну, единственное, хочу сказать, что выращивание грибов в защищенном грунте, это достаточно капиталоемкое производство. То есть, грибы, не вырастившие в сарае, они требуют определенных условий. Я хочу выяснить, вот у нашего гостя, у нашего гостя Сергея Васильевича Который, что за инновационную методику вы предлагаете для тем, кто собирается выращивать? И уже насколько она внедрена? Вот расскажите об этих инновациях своих. Я представляю малое предприятие, которое создано при Кубанском госагра университете. Создалось это предприятие этой формы, как малые инновационные предприятия при вузах и научных учреждениях в соответствии с постановлением правительства соответствующим. Для цель этих предприятий это внедрение интеллектуальной собственности, которая была получена в вузах и научных учреждениях. Ну, вот наше предприятие одно из таких. И представляя как область научных интересов биотехнологии, а грибоводство, промышленное культивирование, это как частный пример биотехнологии, науки, биотехнологии, наше предприятие специализируется в том числе на внедрении, разработке и внедрении этих технологий, в том числе в рамках нашего края по адаптации данных технологий, в том числе для личных подсобных хозяйств, как возможность внедрения в экономику и вторичных сырьевых ресурсов агропромышленного комплекса, получения дополнительного продукта пищевого и занятости населения. В чем разница? Вот обычная технология выращивания и ваша инновационная, вот я пытаюсь понять. В чем отличие? Во-первых, мы создаем технологию более адаптированную к упрощенной схеме, не требующую, скажем, больших энергозатрат, длительности времени, которая, конечно, не предполагает крупнотоннажного производства, но она доступна для личных подсобных хозяйств. То есть это сокращение времени приготовления питательных компонентов. А, то есть быстрее растут, быстрее урожай, да, получается? Да. Кроме того, в нашем университете мы создаем, есть работа по созданию новых штаммов, то есть, проще говоря, новых сортов, более адаптированных к условиям культирования именно в нашем регионе. А что нужно добавлять туда? Что добавляете, чтобы быстрее гриб рос? Ну вот, существуют два основных вида грибов культивируемых промышленно. Это шампиньон и вешенка. Они, собственно говоря, сильно отличаются по технологии культивирования. Вот мы больше специализируемся на культивировании и технологиях по вешенке. Используется вторичное сырье агропромышленного комплекса. Чаще всего в нашем регионе это отходы маслоэкстракционной промышленности, это лузга подсолнечника. Также может быть применяться солома зерновых колоссовых культур и все аналогичные так называемые целлюлозные субстраты, целлюлозные компоненты, являющиеся вторичным сырьем агропромышленного комплекса. Ну вот, а в крае продолжают открываться грибные цеха, собственно говоря. Я не знаю, используют ли ваши технологии в Крыловском районе. На связи сейчас глава этого района Виталий Демиров. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Спасибо за то, что вышли с нами на связь. Скажите, пожалуйста, вот я знаю о том, что до конца года запустят у вас в районе новый грибной цех. Что этот тепличный комплекс, даже целый тепличный комплекс, с экономической точки зрения, он выгоден району, он нужен, что он даст? Безусловно, выгоден. В первую очередь, конечно, мы заинтересованы в создании рабочих мест. Количество рабочих на начальном этапе на предприятии будет 250 человек. Ну и, кроме того, понятно, важная составляющая – это налоги, которые будут поступать в консолидированный бюджет Краснодарского края. Я думаю, что, если взять, допустим, НДФЛ, то только этого вида налога будет более 10 миллионов рублей в консолидированный бюджет края. Ну, это, понятно, налог на прибыль, наверное, сложнее, может, просчитать на 7 минуту. Думаю, эти цифры мы увидим уже там по первому кварталу 2019 года. Тогда можно будет делать общую оценку по потенциальным поступлениям нового бюджета. Скажите, пожалуйста, а на начальном этапе вот этот проект, он претендует на какие-то налоговые льготы по краевому законодательству? Значит, основной вид государственных льгот, на которые они будут претендовать, инвестор, – это налог на имущество. В течение 5 лет будет субсидирование, или осуществляется субсидирование подобным проектом, и возмещается до 100% налога на имущество. И последний вопрос. Скажите, когда можно будет уже отведать грибов, выращенных в Крыловском районе? Ну, мы думаем, что и нацеливаемся, что это произойдет в первом квартале 2019 года. Спасибо большое. На связи с нами был глава Крыловского района Виталий Демиров. Мы благодарим вас. Удачи в этом новом проекте, и я думаю, что открытие этого цеха станет информационным поводом для того, чтобы сообщить об этом на нашем канале в том числе. Спасибо большое. Итак, вернемся к разговору в студии. Я хочу задать все-таки Александре Александровне несколько вопросов, которые касаются ее профессиональной деятельности. Скажите, всегда ли полезен гриб, если он, собственно говоря, не ядовитый, безвредный, он не вызывает никаких отравлений, но это полезный продукт? Или с точки зрения диетологии есть некоторые вопросы? Вы знаете, гриб – это полезный продукт, если нет заболеваний ЖКТ, то есть органов желудочного тракта, и если нет склонности к развитию аллергических реакций. Тогда, безусловно, грибы – это замечательный продукт, который обогащает рацион белком, который вкусный, и можно обогатить, так скажем, блюда и овощные, и крупы, приготовить с использованием грибов. Так, например, плов с грибами, да, это ведь очень вкусно. Но если мы говорим о детях, то грибы – это тяжелый продукт для переваривания, и детям до 12-14 лет вообще противопоказаны грибы в любом виде, в тушеном или в печеном, каком угодно. Потому что их поджелочная железа не вырабатывает достаточное количество ферментов для переваривания этого продукта. Ну и в целом весь желудочно-ключечный тракт устроен еще так, что не совсем хорошо идет этот продукт. А в принципе грибы обладают большим количеством белка, то есть это на 100 грамм сырого продукта 4 грамма белка, достаточно, ну, в общем-то, сопоставимо с другими растительными продуктами, которые также содержат белок. Но белок грибов, опять же, говорю о том, что переваривается непросто. Поэтому количество грибов, которые можно съесть за раз, не должно превышать порядка 100-150 максимум граммов. Ну и вы помните такое блюдо, как жульен, да? И что за ними ходить тогда, 150 граммов, боже мой. Помните жульен, он же маленький, правда, для приготовления используются маленькие жульенницы. В ресторанах подают маленькую такую чашечку, то есть не подают же сразу сковородку жареных грибов, да, вот, пожалуйста, кушайте. Вот, поэтому нужно помнить о том, что кому эти грибы полезны, в принципе, даже полезные грибы, да, кому стоит, скажем так, подержаться в стороне. А какие полезнее, лесные или искусственно выращенные? Ну, вы знаете, вот, когда мне звонили на программу, приглашали, я сразу сказала, что в Европе... Чтобы этот вопрос не звучал. Что в Европе грибы вообще не ходят собирать в лес. Ну, потом посмотрела по интернету, в принципе, в разных странах по-разному. Ну, у меня одна подруга жила два года в Швейцарии, и когда она приезжала, рассказывала о образе жизни в этой стране, она говорила о том, что швейцарцы не ходят в лес за грибами, и швейцарцы не жарят шашлыки в лесу. Потому что это, во-первых, нарушение законодательства в отношении охраны природы, и, во-вторых, никто не хочет отравиться. Это ужасная страна, я не знаю, как там жить. Ну, во всяком случае, я как-то не из семьи грибников, поэтому для меня грибы существуют только на рынке, или в магазине, скажем так, да, шампиньоны и вешенки. Для меня было очень удивительно услышать, что в Европе, оказывается, придерживаться такого же мнения. Вот, поэтому, в общем, так. Дмитрий Павлович, хочу у вас спросить, вот о чем. Называем вешенки-шампиньоны, вешенки-шампиньоны. А какие-либо еще другие виды грибов, они способны, то есть приемлемо выращивать в искусственных условиях? Какие, и почему это не делается? Зимний опенок выращивали, был прецедент у нас, в Услабинске работали по зимнему опенку. Почему был? Ну, в последнее время нет у меня контакта с ними. Они приезжали, мы с ними разрабатывали, как лучше его выращивать, на каких средах. Вот, а потом все это, не знаю. Ну, и я не вижу, чтобы появлялись они на рынке или в магазине. А вы не хотите использовать какие-то другие, выращивать какие-то другие грибы, не только шампиньоны? Что, у вас шампиньон только, да? Шампиньон. Ну, а другие, или это рискованно? Это технология. Не пытались? Нет, пытались, в свое время вешенку выращивали. Но остановились и на шампиньоне, потому что уже, да, отработана технология. Отработана, да. Это самое главное. Но рисковать нет желания, скажем, можно же продать дороже. А белый гриб нет? Нельзя в таких условиях? Нет, белый гриб только в живом виде. Он мекоризный гриб, он составляет грибокорень с деревом, с определенным. И поэтому он на каком-то субстрате не сможет это. Поэтому тут с белым никак. А вот в Китае очень хорошо научились вальвариэлу атласно. По урожайности она на порядок выше, чем вешенка. У нас не растет, да? Она у нас в Красной книге. Она случайно попадается вот на каких-то это. А там они после обрезки плодовых деревьев измельчают. Это тоже древесный гриб. И по вкусовым качествам он не хуже шампиньона. Единственное, что у него нет запаха того, что имеет шампиньон. А по урожайности намного больше и проще выращивать. В буртах засыпают землю. Ну, так же, как примерно шампиньон, грибницу добавляют в измельченные древесные осадки и выращивают прекрасно. Альсас, а диетологи отдают предпочтение какому-либо виду грибов? Ну, с точки зрения его, может быть, легкости. Есть такие критерии? Вы знаете, у грибов, в общем-то, калорийность приблизительно одинакова. 25-38 килокалорий на 100 грамм. Не в зависимости от видов. Ну, в зависимости от видов, на самом деле. Да, там шампиньоны 25 килокалорий, рыджики. Ну, опять же, это же лесные грибы уже, да? Мы о них не будем говорить. Вот, поэтому шампиньоны и вишники, они одинаковые, по-моему, по калорийности. Вот, предпочтение здесь, мне кажется, только органолептические вкусовые потребители. А кому что нравится. Вот, многие пытаются соблюдать всевозможные ограничения или посты с использованием грибов в рационе. Ну, вот, мне кажется, что здесь тоже нужно предостеречь население от того, что избыток этого продукта в питании может через 30-40 дней соблюдения такого поста либо диеты привести к воспалению поджелудочной железы и развитию заболевания. Поэтому... То есть вы не рекомендуете это делать? Я не рекомендую это использовать, как бы, питанием 2-3 раза в день. Ну, представьте себе, мужчина, 45 лет, решил сесть на такое питание без мяса. Ему же нужно что-то кушать. Он начинает кушать жареную картошку с грибами, да, пирожки с грибами жареные. Как отреагирует ЖКТ наш? Очень плохо. Поэтому грибы, они как добавочка. Плохо, но как вкусно. Вы знаете, они как вот на тортике вишенка, как вишенка. Должны быть немножечко в качестве украшения блюда, но не как основной рацион. Спасибо большое. Мы говорим сегодня о грибах. И вернемся в студию сразу после блока рекламы. Оставайтесь с нами. Грибная тема сегодня главная в программе «Через край». Мы продолжаем в этой части передачи. К нам присоединился Александр Амелин, шеф-повар ВОК-кафе. Александр, спасибо. Здравствуйте. Мы вас приветствуем в студии. Ну, давайте поговорим. Давайте поговорим о блюдах из грибов. Вот ваше любимое какое? Блюдо или гриб? Гриб любимый белый, наверное, все же. Гриб белый, а блюдо из него? Да, блюдо из него крем-суп, соответственно. Потому что крем-суп дает ярко выраженный аромат и вкус гриба подчеркивает это блюдо. Получается очень вкусно. А вот белый гриб, вообще сколько в вашем меню, сколько блюд, если можно так, примерно хотя бы, из грибов? В нашем меню, к сожалению, нет этого гриба, потому что у нас азиатское направление. Мы работаем немножко с другими грибами. Это сяньгу, мойр, китайские грибы. Либо, если нашими локальными грибами, то это шампиньоны и вешенки. А китайские грибы выращены в искусственной среде, это да? Ну да, они нам поступают сушеные, мы уже над ними работаем и получается блюдо. А вот белые грибы, кто вам поставляет? Грибники? В лес ходим сами. Я буквально на выходных был в лесу, собирал грибы для себя. Для себя, но если захочет гость кафе попробовать, то вы не откажете? Ну, если он сильно захочет, то, конечно, нет. Мы гостям никогда не отказываем ни в чем. Понятно. Виктория Николаевна, где можно и можно ли вообще продавать собранные в лесу грибы? Собранные в лесу грибы для последующей продажи можно продавать, но только прежде нужно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Специальная лаборатория, которая находится на рынке. Но также и человек должен быть этот оформлен как продавец и провести полностью исследование на содержание радионуклидов, токсических веществ. И в последующем реализация на рынке, на ярмарке таких грибов возможна. Что касается несанкционированной торговли, если это от случайных лиц продажа, либо где-то понад дорогой, понад трассой, конечно, это запрещено. Это несанкционированная торговля. В таких случаях не рекомендуется приобретать грибы, потому что только можно надеяться на знание вот этого грибника, либо на его совесть, что действительно он собрал, когда он их засушил или замариновал. То есть не рекомендуется. Либо вот специализированные магазины, супермаркеты, рынки, ярмарки. Вот в таких местах можно приобретать. Да, обязательно на санитарных правилах, обязательно должно быть соответствие санитарных правилам. Я не помню, о каких речи шла о грибах, но говорили о том, что есть такие грибы, которые настолько безопасны, что их можно просто сырыми есть. Сырыми нельзя, никакой гриб есть. Сырыми нет, однозначно нет. Всегда говорят про белый гриб, но я бы не рекомендовала, и никто бы, здравомыслящий человек, не ел бы сырой гриб. Я не грибник, еще раз скажу, но, готовясь к этой передаче, где-то прочитал о том, что еще оказывается не в любой посуде можно мариновать. В какой нельзя мариновать и почему? В оцинкованной посуде нельзя, окисление может происходить, нельзя мариновать и в окислении нет. Вот как. Давайте мы вернемся к производителям. Что у нас получается на сегодня с рынком сбыта? Как это выглядит история, есть ли проблемы или налажено и все идет по накатанному? Всегда хочется, конечно, чтобы грибов было выращено больше, чтобы они как можно лучше продавались. Но если говорить в целом о рынке в России, то за последнее, начиная с 2014 года, произошел резкий перепад между то, что завозилось нам, в основном это из Польши, и то, что производилось в России. То есть до 2014 года в России производилось где-то порядка 7 тысяч тонн грибов, я говорю о шампиньоне в частности. А завозилось порядка 60 тысяч тонн грибов, то есть соотношение 7 тысяч и 60 тысяч. И последняя статистика по 2017 году уже половина на половину, то есть 30 тысяч тонн было уже выращено в России, ну и 30 тысяч тонн, порядка 28 тысяч тонн было завезено. Вы сейчас наблюдаете за этой ситуацией, как специалист, который работает в этом бизнесе и видите, констатируете рост, рост объемов в России, и в крае в том числе? И в крае, конечно. Край у нас вообще, наверное, на первом месте, потому что здесь появились ряд таких крупных, уже действующих, не говоря о том, что в ближайшее время еще один появится. Это всем известный магнит построил очень большой комплекс, где в станице Дядьковской тоже огромные комплексы. То есть объемы растут. А скажите, пожалуйста, кто-то использует из фермеров, может быть, из тех, кто выращивает грибы, вот именно ваши инновационные технологии? Как они внедряются в реальное производство? Мы внедряем на базе своего производства. Мы производим в сезон где-то порядка трех тонн готовой продукции именно по грибам. Также это производство, где ищут обучение студентов агроуниверситета по данной специализации. Через институт агробизнеса, который является подразделением Кубанского гос.агроуниверситета, мы также ведем работу с личными подсобными хозяйствами, которые используют технологические подходы эти для своего ведения личного подсобного хозяйства. Вот через такие схемы. Александр, ну все-таки вот мне с вами интересно пообщаться в этот поздний час, когда очень хочется есть все-таки. Какой вы можете дать рецепт самого значимого с вашей точки зрения, я не знаю, самого вкусного грибного блюда? Как оно готовится? Ну, на ночь грибы есть не рекомендую. Вы расскажите, мы завтра приготовим. Как на завтрак, можно сделать, например, паштет из грибов, обжарить грибы на сливочном масле с луком, мелко предварительно нарезанным, добавить туда немножко творожного сыра, все это замешать, приправить самыми любимыми специями вашими, намазать на тостик, покушать и вперед на работу. А вы больше готовите, все-таки вы уже рассказали о том, что готовите больше из выращенных в неестественной среде. Фермерские грибы, да. Понятно. А у кого... Какая-то проверка на безопасность происходит, прежде чем попадает на столы, или это полное доверие к партнеру, или подтверждено какими-то документами? У нас в компании очень большая команда специалистов, которые всем этим занимаются. То есть предварительно уже к нам в рестораны поступают продукты, которые соответствуют полностью всем стандартам. И тем не менее, Виктория Николаевна, все-таки вот такой потребительский вопрос, чисто преклонного характера, задам на что следует обратить внимание при покупке грибов. Ну мы скажем так, что на трассе мы не покупаем, мы приходим вот... В специализированные магазины, в промышленной упаковке приобретаете какой-либо гриб. Значит, обратите внимание, чтобы грибы были не подавлены, чтобы они не были червивыми, чтобы был лист вкладыш, какая-либо маркировка. Если она отсутствует, конечно, не приобретайте, чтобы там была указана дата сбора, где этот сбор, кто производитель, кто обрабатывал эти грибы. То есть это необходимая информация. Только убедившись и прочитав ее, вы можете смело приобретать. Это на рынке и в магазине? Ну на рынке, я уже говорила, что должна провести лаборатория, должна провести свою санитарную экспертизу ветеринарную. А в магазине также должны быть товаросопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность от производителя, от поставщика, который уже упаковывал их, проводил все необходимые технологические процессы. А как ваши грибы попадают на прилавок? Какие происходят процессы, вот эти все проверки вы проходите? Как эта вся история выглядит? Ну, сырье мы используем, основное сырье для выращивания шампиньонов, это солома и птичий помед. Естественно, мы для себя делаем каждый квартал, мы сдаем на экспертизу свою продукцию, получаем сопроводительные документы и с теми партнерами, которыми мы работаем, мы их, естественно, им выдаем. Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр, к вам вопрос. Вы работаете только с импортными, насколько я понимаю, с импортными грибами, либо это и приобретенные здесь, ведь есть прекрасные, вот один из примеров, прекрасные грибы выращенные в Краснодарском крае. Это, наверное, и дешевле. Я не думаю, что китайские вкуснее. Или вкуснее? Ну, почему же? Я вначале сказал, что мы работаем с локальными нашими продуктами, это шампиньоны и вешенки. Вообще, на самом деле, очень круто работать с местными продуктами, потому что ты всегда можешь поехать к производителю, посмотреть, в каких условиях, как правильно сказать, в каких условиях выращивают продукт. Да, и быть полностью уверенным, что на стол гостям ты подаешь качественные продукты, вкусные, здоровые. Ну, не будем скрывать, что грибы для многих это лакомство любимое, и эти блюда очень вкусные. И от того, будем ли мы сейчас призывать не ходить в лес, наверное, ничего не изменится, будут продолжать. Но, тем не менее, остается несколько минут. Я хочу, чтобы каждый из вас что-то пожелал грибникам, пожелал тем, кто любит, предпочитает блюда, для которого это, собственно говоря, необходимость, наверное, тот человек. Запутался сам и всех запутал. В общем, давайте пожелаем грибникам то, что вы считаете нужным в этой программе. Хорошего сбора, хорошего времяпрепровождения, это тихая охота для любителей, качественно на природе провести время, еще собрать такой, как бы, урожай, это очень хорошо. Александр, что скажите? Обязательно ходить в лес, наслаждаться природой, собирать грибы, только правильные грибы, и наслаждаться ими дома. Ваше пожелание? Я буду пожелать при сборе грибов, грибникам, это хорошая охота, хороших урожаев, и помнить о том, что безопасность, прежде всего, лучше не даст собирать, чем собрать что-то опасное. А я, наверное, как производитель шампиньонов, посоветую больше, все-таки, дать предпочтение шампиньонам, потому что они выращены в защищенном грунте, надежные и очень вкусные. Спасибо. И шампиньонов очень вкусные. Спасибо всем за участие в этой программе. Я вас благодарю. Вместе со зрителями итоги голосования мы подведем после блока рекламы. Программу «Через Кай» сегодня мы посвятили грибам, а в ее начале задали вопрос для голосования, предложили, где вы находите грибы. Давайте подведем итоги этого голосования. 15% ответили на рынки, 45% в магазине, это наибольшее число проголосовавших, 18% находят грибы в лесу, только 18%, обратите внимание. И 22% ответили, что не любят грибы. В крае много мест, где можно собирать грибы. Блюда из них традиционные, а в нашей кухне, тут пальчики оближешь, что уж говорить. Но надо помнить о правилах, жестких правилах, чтобы не пришла беда. Вот первое из них. Не собирайте незнакомые грибы, собирайте только те, которые вы хорошо знаете. Это, собственно, то, что сегодня прозвучало в этой студии. Не собирайте их вблизи автомобильных и железных дорог, промышленных предприятий. Пожалуйста, помните об этом и будьте здоровы. Спасибо, что были с нами на канале Кубань24. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok